День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Всем доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели». И в нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте. Добрый день. Часто очень звучит фраза, которую очень многие употребляют, синдром самозванца. Что всё-таки это значит? И в каком случае правильно, что вкладывается в это понятие? Ну, давайте вспомним известных нам самозванцев вообще. Емельян Пугачёв, Лжедмитрий. Был кто-то из персидских царей. То есть на протяжении истории самозванцы возникали регулярно. На сегодняшний день, по-моему, не так давно была какая-то русская дама, аферистка, которая в Америке называла себя дочерью какого-то богатого человека, всячески манипулировала, получала какие-то бонусы, была разоблачена. Да, ну даже сериал сняли на эту тему. Уже и сериал, да, и она сейчас, в принципе, вышла из тюрьмы, отряхнула пёрышки и наслаждается, просто купается в лучах славы, потому что она сделала себе имя. Да. То есть, с одной стороны, быть самозванцем не так уж и плохо. То есть самозванец тут присваивает себе нечто ему неположенное, несвойственное, выдает себя за того, кем не является. Это мы говорим о настоящих, если можно так выразиться, профессиональных самозванцах. Что такое синдром самозванца реальный? Я когда-то давно, по-моему, в одной из передач, мы к этой теме уже прикасались, почему я к ней вернулся? Потому что она по-прежнему актуальна, актуальна в разных странах, потому что я с ней периодически сталкиваюсь, встречаясь с своими пациентами. То есть что такое самозванец? Человек, который, точнее, страдающий синдромом самозванца. Человек, который в силу определенных установок поведенческих, когнитивных и так далее, считает себя намного меньше, хуже, чем он выглядит в глазах окружающих. Причем надо заметить, что если мы говорим про Лжедмитрия, вот первого Лжедмитрия абсолютно не было на этот счет никаких комплексов. То есть он вел себя... Ну вот все отмечали, что он вел себя очень уверенно, и некоторые это вот и вызывало. Вот, в принципе, он не боялся встречаться с людьми, которые там должны были его помнить в детстве. Многие считали, что это может быть действительно человек, который, ну, в силу каких-то причин поверил в то, что он в самом деле им и является. В отличие от второго Лжедмитрия, который уже прятался от людей и понимал прекрасно, что его могут опознать и разоблачить, и поэтому он вел через свое окружение всю коммуникацию с внешним миром. Мое первое столкновение с подятием самозванца было, когда я в детстве прочел очень толстый роман Вячеслава Шишкова и Евельяна Пугачева. Там, где до сих пор вспоминаю прекрасный роман, где описывается восхождение Пугачева к власти и его падение. Я думаю, чем отличаются профессиональные самозванцы от человека с синдромом самозванца, что между ними общего и что от общего. Между ними это страх разоблачения. А то, что отличает то, что человек, страдающий синдромом самозванца, испытывает стыд. Я думаю, что натуральный и профессиональный самозванец стыда лишил. У них есть свои конкретные корыстные цели, ради которых они себя выдают за того, кем они не являются. Но ведь здесь скорее человек, если мы говорим, который страдает синдромом самозванца, он себя представляет не какой-то конкретной исторической персоной, а скорее его стыд, его стеснение, его смущение связано с тем, что к нему относятся как к человеку, который может принимать какие-то решения или обладает знаниями, которых он якобы не обладает. У него есть внутреннее ощущение несоответствия своему статусу, тому общественному, профессиональному статусу, который он занимает. Вообще впервые синдром самозванца был описан, аж и сам термин введен в 1978 году. Одна, по-моему, французская, не помню точно, исследовательница или американская написали статью. Называлась она «Феномен самозванца у успешных женщин. Динамика и терапевтическое вмешательство». То есть уже достаточно давно, сколько уже? Ну, почти 50. Почти полвека это существует. Как это выглядит в реальности? Я сталкиваюсь с моими пациентами, которые вполне себе успешны в работе, занимают хорошие должности, даже отличаются некоторым перфекционизмом, очень усердны, очень старательны и вдумчивы. Но при этом их преследует неотвязное ощущение, что на самом деле я некомпетентен. Я не понимаю то, что я делаю. Все мои успехи – это случайные совпадения. Это скорее везение, чем моя профессиональность. И рано или поздно это заметят, это тот самый страх разоблачения. Меня разоблачат и будут высмеивать, и критиковать. Я всего лишусь и рухну куда-нибудь к самому подножью социальной лестницы. И это касается и мужчин, и женщин. Кстати, что интересно о гендерном составе, когда эта статья писалась первая, это было о женщинах. Потом некоторые исследователи скажут, что это больше у женщин. Потом обнаружили, что затрагивают как женщин, так и мужчин. А недавно было американское исследование на эту тему, где написали, что больше всего подвержены женщины и другие меньшинства, этнические меньшинства и так далее. Правда, авторы исследования – один мужчина, рафроамериканец и две женщины. И мне кажется, у них есть интересный аргумент для того, чтобы именно женщины и этнические меньшинства чувствовали себя неуверенным. Как мы знаем, уже какое-то время на Западе идет борьба за diversity и inclusivity. То есть, должен быть представлен наиболее широкий спектр всех слоев, этнических, женщин везде, в бизнесе, в управляющих органах, в институтах и так далее. То есть, по-моему, уже какое-то время, где-то было написано, что некие банки, скажешь, будут финансировать только те проекты, где в правлении женщин и мужчин 50 на 50. Если вы помните, не так давно был скандал, сколько лет назад, на «Оскаре», почему там мало премий вручают черным актерам и режиссерам. И сейчас эта программа diversity и inclusivity работает, и очень много людей попадают на самые разные места и за заслуги, и, очевидно, потому, чтобы избежать упреков в предвзятости, в расизме, в мизогении и тому подобным вещам. И сейчас, как выяснилось по опросу, действительно, многие представители меньшинств, многие женщины зададутся вопросами, а я на своем месте? Я сюда попал, потому что я талантлив, или потому что в рамках программы diversity мне предоставили это место? И это действительно может быть таким вопросом. Если ты попадаешь в некие квоты, по которым ты должен попасть, а если это тем более связано с человеком с низкой самооценкой, неуверенным в себе, естественно, ему это дает дополнительные поводы сомневаться в себе. Но опять-таки, мне кажется, что в бытность моего времени, я учился, когда в институте, был специальный набор, это к нам на втором курсе присоединились те, кто, отслужив в армии, там вот был РАПФАК, рабочий факультет, то есть это те, кто пришел уже от работы где-то на местах, ребята, которые отличались от школьников как раз-таки тем, что они там были на 3-4 года старше, они попали именно по вот этой линии. То есть им давалась возможность, условно говоря, рабочей косточке попасть в получить высшее образование в институте, и это никак не объяснялось. То есть, в принципе, преподносилось как действительно законная возможность. И у этих ребят, мне казалось, не было такого прямо вот синдрома самозванца, они были наоборот, уверены, что им это место положено, вот находиться, получить такие же знания, как и вот у отличников, там ребят, которые пришли со школы. Ну, можно, потому что в то время в Советском Союзе вообще не занимались проблемой, синдрома самозванца, не вслушивались. Мне кажется, все-таки это очень связано в первую очередь с личностью человека. Да, потому что, мне кажется, что здесь даже вот не только вот эти квоты, а в какой-то момент, наверное, любой человек, вот вдруг он может столкнуться с тем, что ему кажется, что он на вершине успеха. Ну, условно говоря, актеру, которому кажется, что да, он звезда, он получает приблестящие отзывы, и вдруг какая-то неудачная работа или у актера, или у режиссера, постановка, которую все разругали, потом вторая какая-нибудь неудача, и вдруг он начинает задумываться, а на своем ли о месте, а может быть, я бездарный актер. То есть, вот где эти критерии, вот сегодня тебя считают гениальным, а завтра плюются и говорят, что сыграл отвратительно. Смотрите, я думаю, здесь это несколько разные вещи. Когда человек начинает все сомневаться после череды неудач, это подрывает его самооценку, уверенность в себе, и это понятно. А синдром самозванского касается, в которых внешне все хорошо. У них эти вопросы возникают не тогда, когда они потерпели ряд сокрушительных неудач, не тогда, когда их начинают критиковать. Как раз их никто не критикует. Как раз все складывается. Единственный жесткий, суровый критик... Это они сами. И то, что у них обычно звучит внутри, это... Ну, какие классические вопросы. То сам на своем ли о месте. Вот эта моя удача – это результат моего интеллекта и профессиональности, или просто повезло. Или вокруг просто все такие не очень, ну, на их фоне я, наверное, выгляжу звездой, а на самом деле я никто. Или, возможно, мне не говорят правду, льстят, берегут мою самооценку, а думают обо мне все на самом деле плохо. Что мне кажется интересным, что до сих пор синдром самозванцев в основном описывался именно в сфере профессиональных достижений. Какой я работник, чего я на самом деле достиг, что я знаю и тому подобное. Я очень часто замечаю, что синдром самозванца распространяется не только на работу, не только на профессию, а еще и на личные отношения. Я на самом деле хороший папа или мама, или просто я ловко прикидываюсь, если бы мои дети знали, какой я на самом деле, они бы вообще смотреть на меня не захотели. Я на самом деле хороший там муж, жена, сын, или я научился просто делать то, что требуется, необходимо, а где-то внутри я вовсе не такой человек. А на самом деле я тот, кого можно любить, или я создал ловкую иллюзию того, что я хороший человек, прекрасный семьянин, или вдруг можно ли со мной дружить. То есть синдром самозванца распространяется, я в этом убежден, не только на профессию, но на все сферы жизни, на все сферы отношений. И это не входит ни в какие психиатрические, диагностические категории, но в принципе это несет достаточно разрушительные последствия. А где вот эта граница между здоровым скепсисом по отношению к себе, то есть умению не задирать нос, трезво как бы оценивать свои успехи, не пытаться вот как-то преувеличивать свои достижения искусственно, потому что мы знаем, сколько бездарностей, они абсолютно уверены в том, что у них все прекрасно, и они не страдают этими комплексами, а чаще всего кажется, что люди творческие, люди с тонкой душевной материи, им свойственно все время задаваться такого рода вопросами. Вы же знаете, есть знаменитый эффект Даннинга-Крюгера, который гласит, что люди с высоким интеллектом намного чаще сомневаются в своих решениях, чем люди с низким интеллектом. Кто-то его перефразировал, идиоты не сомневаются в своих решениях, потому что они идиоты. Это звучит неполиткорректно, но в общем-то это правда, чем у человека выше интеллект, чем сложнее эта система, тем по большему количеству критериев он себя оценивает, и тем труднее ему приходится, тем больше у него склонности к сомнениям. Ну, потому что любой поиск, любая интеллектуальная работа не может существовать без сомнений. И чем выше организован человек, тем больше у него почвы для сомнений. Ну, насколько мы с ними справляться, уже другая история. А уверенных себе в бездарности, как вы сказали, это... Ну, они вообще не... Мы о них не говорим. Они, как раз, уверены. Они не страдают. У них всё хорошо. Что происходит с человеком, который... Казалось бы, это очень безобидно. Ну, человек в себе не уверен. Ну, он себя подвергает всеми сомнению. С одной стороны, это может даже быть выгодным для работодателя. То есть человек всегда подхлёстывает себя. Человек постоянно должен себе доказывать, что нет, я достоин того, что занимаю. Снова и снова, снова и снова брать новые высоты, доказывать окружающим. Не дай Бог, никто не усомнился в его ценности. Не дай Бог, никто не разоблачил его, не увидел, что под этой всей эффективной внешностью скрывается на самом деле неуверенность человек, который плохо понимает, чем занимается. Беда в том, что вот это ощущение себя самозванцев, это такая ненасытимая история. Сколько бы ты не добивался, каких бы вершин ты не добивался, можно какой-то момент испытать удовлетворение, но потом опять голос сомнений начинает звучать у тебя в ушах. Голос сомнений снова начинает ставить под вопрос всего, что ты добился, сравнивать с окружающим, приписывать к окружающим критические мысли. Ну, то есть, в принципе, любой из нас, и вы, Элег, и я, мы можем себе представить кого-то куда более успешного в нашей профессии и подумать, ну, кто я такой по сравнению с ним? И таким образом полностью обесценить то, чего мы добились, то, что мы делаем в этой жизни. Ну, вот я как раз вот, может, переформулирую этот вопрос, где вот эта разница между здоровым скепсисом, ну, то есть, действительно, нормальный человек, ведь он должен, как бы, быть немножечко неуверен, ну, как не то, чтобы неуверен, но оглядываясь назад на то, что он сделал, ну, спрашивать себя, правильно ли я поступаю, вот, то есть, только идиот, наверное, ну, не испытывать никаких сомнений в поступках, которые он сделал. И вот где вот это переходит в какие-то все-таки болезненные моменты? Это Гейны, по-моему, где-то писал. Порой от страха сердце леденело, никто не страшно, ничто не страшно, только дураку. Смотрите, вот для параллели можно привести следующее. Вот есть, например, нарциссическое расстройство личности. Человек, который полностью сосредоточен только на себе, лишён эмпатии к окружающим, не чувствует чужих потребностей, идёт по трупам и является таким вот пупом Вселенной. И это, конечно, плохо для отношений, для... Но, как пишут многие, некоторые нарциссические черты нам необходимы, чтобы не забывать о своих интересах, чтобы заботиться о себе, чтобы добиваться чего-то, чтобы не позволять бесконечным сомнениям не давать какой-то продвинуться. Вот очень часто я слышу, люди вспоминают своё школьное детство, вот я знаю правильный ответ, а сказать боюсь, а вдруг неправильно, а вдруг ошибка. И кто-то вот поднимает руку и отвечает, то, что я хотел ответить. Его хвалят, а мне так обидно, я себя так ругаю, почему я не смог этого сделать. Вот граница, наверное, проходит там, где нормальная человеческая склонность к сомнениям захлёстывает, когда она преобладает. Можно назвать это зависимостью от чувства сомнения. Это та же граница, как человек, который получает удовольствие от вкусного коньяка или вина, или человек, который страдает алкоголизмом. Человек, который принимает толк во вкусной еде и страдает перееданием и ожирением. Здесь та же история. Но, наверное, границу мы ощущаем тогда, когда мы начинаем страдать от этого. То есть, как я уже сказал, синдром самозванца не является часть каких-то психиатрических категорий, он не входит в список психических расстройств. Но давайте представим себя в шкуре человека, который очень много работает, а такие люди обычно очень много работают, он всем доказывает свою ценность, они перфекционисты и так далее, но всё время ощущение неуспеха, всё время ощущение какой-то ошибки. То есть, это постоянный негативный фон, эмоциональный фон, это постоянное отсутствие позитивных подкреплений. Вот мы сделали какую-то работу и ощутили удовлетворение от этого, ощущаем, что мы молодцы, мы довольны собой, мы с вами привыкли, хорошую передачу, и мы можем быть собой довольны и думать, что дальше ещё сделать. если человек никогда не получает постоянного подкрепления, постоянный уровень настроения потихоньку отсползает всё ниже и ниже. Но здесь неизбежна тревога, то есть, то самое тревожное расстройство, которое уже входит в психиатрические диагностические категории. то есть, когда у тебя постоянный страх разоблачения, постоянное ощущение тревоги с утра до вечера, а если это касается работы, то такие люди обычно на выходных лихорадочно думают, как бы мне не промахнуться и не высадить на посмешище. Если это касается отношений, то есть, человек в своей семье или с близкими людьми никогда не в силах насладиться любовью близких. Где-то внутри вот эта мысль только не узнает, кто я на самом деле, и вся эта любовь рушится, потому что вся их любовь, так же как успехи на работе, это результат некого случайного совпадения и самообмана этих людей, которые рано или поздно развеются. И естественно, человек, который постоянно живет в тревоге, тревога накапливается, усугубляется, вот у нас уже есть тревожное расстройство. Кроме того, если мы постоянно с собой недовольны, мы недовольны своими достижениями, наша самооценка неизбежно падает все ниже. А заниженная самооценка плюс тревога, плюс бесконечное изматывание себя упреками и осуждениями, неизбежно ведет к той или иной степени депрессии. То есть тревога, депрессия. И давайте теперь себе представим человека, который и так очень много работает, чтобы доказать свою ценность, в первую очередь себе самому. А к этому добавилось еще тревожное расстройство, депрессия. То есть похож на человека, который пытается бежать наравне со всеми, только к ногам привязанной гири. И ему приходится прикладывать усилия втройне. То есть это изматывающее и разрушительное состояние. Что делать? Тогда сразу напрашивается вопрос, можно ли, ну есть ли какие-то механизмы, чтобы выйти из этого состояния? Это какие-то препараты, это лечение, консультацию у психолога, психотерапевта? Ну о препаратах речь и тогда, когда уже выраженная депрессия, или выраженная тревога, до препаратов лучше не доводить. Есть разные методики, с некоторыми я согласен, с некоторыми не очень. Ну у меня всегда подход такой, что вот это неуверенность вредно это постоянная тревога, это невысокая самооценка, как бы ты ни старался и чего бы не добивался, то вся есть некая предыстория. Мы опять неизбежно вернемся к детству, мы опять вернемся к людям, которые, это уже, к сожалению, банальность, но родители, которых кто-то когда-то научил, что хвалить ребенка вредно, он тогда зазнается и перестанет стараться. Поэтому, что бы он ни делал, если делать хорошее, это будет или недостаточно хорошо, или само собой разумеющееся. Если он сделал что-нибудь не так, мы можем быть уверены, что он выслушает большое количество по этому поводу замечаний, чтобы не замедлить сравнить с детьми знакомых, с одноклассниками и так далее, и так далее. Такая банальность, не надо детей ни с кем постоянно сравнивать. Сын маминой подруги, это такой сейчас мем даже есть. Да, по-моему, нет им числа. Все время есть у кого-то прекрасный ребенок, который и спортсмен, и отличник, и красавец, и все, что угодно, а вот ты недостаточно хорош. Если ты получил восьмерку, то почему не десятку, если ты занял где-то второе место или третье, почему не первое, и вот это бесконечно. И человек, который в этом растет, он привлекает к тому, что бы он не сделал, это недостаточно хорошо, но чтобы снискать одобрение этой родительской фигуры, все равно надо стараться, выбора другого нет. Даже детей называют бунт, и он говорит, а пошли вы, вообще ничего не хочу сбиваться, я буду курить траву, иду в хиппи, и как смогу, так и буду жить. или это более здоровая все-таки реакция, потому что когда ты, по крайней мере, вырываешься из систем, не должен бесконечно отвечать чьим-то требованиям и оценкам, это время хотя бы начать приобретать свой собственный опыт и начать с этим опытом разбираться. Есть методики психологические, которые, наверное, имеют право на существование, я в этом не такой эксперт, но когда советуют составляйте каждый день список своих достижений, пишите, что вы за этот день хорошего сделали, отмечайте свои прогрессы в том-то, в том-то и в том-то, обращайте на это всегда внимание. То есть это наверное может работать, наверное отдаёт какой-то эффект, ну просто я так не работаю, мне так кажется, что стоит работать с источниками, с причинами всего этого, а потом ты уже начинаешь ценить то, что ты делаешь, ты перестаёшь себя бесконечно с кем-то сравнивать, вот тяга к сравнению, это конечно бич божий ужасный, потому что мы всегда найдём кого-то, кто в чём-то успешнее, чем мы. И то, что кто-то успешнее, чем мы, не делает нас неудачниками, не делает нас некомпетентными и так далее. У нас есть своя судьба, свою жизнь, которую мы проживаем. Проблема в чём? Человек, который всё время сравнивает себя с кем-то, есть некие другие. И чего боится человек, считающийся мазванцем, то, что эти другие будут всё время оценить его действия и рано или поздно разоблачат. То есть фактически человека исчезает внутреннее ощущение себя и своей ценности. он всё время ориентируется на других. Что это значит? У нас в общем-то родительский образ с детства он в нас встроен. Это тот такой сценарий, в котором мы вырастаем. Вроде уже выросли, родители где-то в стороне, а мы уже взрослые люди. Но вот этот образ строгий, требователь, который ты никогда не будешь достаточно хорош, которому надо постоянно угарствовать, что-то доказывать и всё не докажешь, он встроен в наше бессознательно, он является частью нашей личности. И вот что важно людям, о которых мы сейчас говорим, научиться вступать в диалог с собой, причём даже не с окружающим. Вот в чём беда-то. Речь идёт не об окружающих, а об воображаемых окружающих. То есть реальные окружающие человека люди могут быть преисполнены уважения к нему, к его компетенции, могут быть близкие люди, которые его любят. Это могут быть самые разные люди, но они в пространстве воображения этого человека не существуют, они другие. Они обязательно его разоблачат, воспримут критически, и все эти маски спадут, и он во всей своей неприглядной правде предстанет на всеобщий суд. То есть окружающие всегда, во-первых, это те, кто лучше, во-вторых, те, кто рано или поздно будут судить. Поэтому то, что нам важно делать, это научиться диалогу с собой. это научиться, как мы с вами говорили, распознавать, где проходят границы между здоровой и неуверенностью в себе, между тем, что ты, ну, так получилось, что ты не во всем совершенен, и лучше быть слегка неуверенным в себе, проверяя или перепроверяя себя, чем быть самоуверенным человеком, который вообще себя не проверяет. Сейчас помню, мой покойный папа, который был журналистом, редактором, и его всегда уважали коллеги за любовь и знание русского языка, я у него многому научился, папа всегда говорил, сынок, я, наверное, в нашей редакции самый безграмотный человек, и все заглядываю заглядываю в словари, в энциклопедии, все время проверяю или перепроверяю, как что пишется, как что делается, и это такая здоровая степень неуверенности, когда не лишне подстраховаться и лишний раз проверить, правильно ли ты делаешь, что не подрывает твоего доверия к себе, не подрывает, но доверие окружающих к тебе, но делает тебя намного более компетентным в том, чем ты занимаешься. То есть лишний раз задаться вопросом, насколько лишний, какой раз становится лишним, не повредит. Честно скажу, при моем достаточно долгом опыте моей профессии я тоже не всегда уверен в себе, я тоже что-то перепроверяю, я могу посоветоваться с коллегами, которых я уважаю, то есть нормально не быть в себе абсолютно уверенным. Та же самая ситуация, иногда услышав от кого-то, даже от вас какое-то слово, которое ты произносишь не так, сразу его выписываешь, потом просто залезаешь в словарик, чтобы понять, неужели я совершал столько раз ошибку и где-то ошибался. Иногда бывает, что ошибался. А если не совершал? Ну да. А кто пострадал от этого? То есть ну просто ты выписываешь и понимаешь, да, теперь вот в принципе надо произносить его вот так. Вы, кстати, замечали, я вот, наверное, точно понял по разным текстам, что наиболее терпимые люди к человеческим ошибкам в языке это профессиональные филологи. Все пишут, что язык это живой организм, что то, что было неправильным когда-то, считается нормой сейчас, и будет меняться и дальше. То есть как раз профессионалы терпимы к чужим ошибкам. Те, так называемые, граммар нации, которые незамедленно публично тебе указать, что они туда поставили ударение, что так не говорят и так далее. Знаете, у меня очень важный критерий, ну, такой неважный, просто такой очень показательный, когда идут какие-нибудь переписки в соцсетях, в том же фейсбуке, кто-то сделал ошибку, вот нормальный человек тебе на ошибку укажет в час в личном сообщении, а кто-то не упустит случай публично тебе отмыть нос, ему говорят, вот ты здесь неграмотно написал. Для меня это много говорит как раз не о том, кто неграмотно написал, а о том, кто его публично поправил. И не говоря уже о том, что часто из-за этой ошибки делаются далеко идущие выводы, что человек, который пишет через А, не через О, наверное, он не может иметь своего мнения, не знаю, там в политике, там или где-нибудь еще. Ну, это обратная сторона синдрома самозванца, такого, синдром человека, который все делает правильно, который имеет право всех судить, всех осуждать, всем раздавать, расставлять в некой иерархии и так далее. Какой хуже, трудно сказать. Для общества, наверное, люди слегка не уверенные в себе лучше, чем люди сгипертрофированным уверенностью и правом всех судить. Я думаю, что когда мы заходим в какую-то новую для себя сферу, где что-то делаем, мы все становимся немножко самозванцами. Мы претендуем на что-то, чего мы еще толком, может быть, не знаем, не до конца изучили, но если все делать только когда ты совершенен в этом, это полностью парализует нашу жизнедеятельность. То есть ошибаться, быть уязвимым, способность к ошибкам, то, что делает нас людьми. И стесняться этого, и бояться этого точно не нужно. И одна из вещей, которая, мне кажется, очень простая, когда человек настолько все не уверен, что, возможно, он считает себя плохим отцом, или плохим мужем, или женой, или считает себя плохим работником. Иногда открытость прекрасное лекарство. Если ты поговоришь со своими коллегами, ну, с близкими людьми, или своим руководителем, с ним хорошие отношения, что я иногда чувствую, что на самом-то деле я вовсе не так хороший, как со стороны это выглядит, как вам кажется, возможно, ты услышишь непредвзятое мнение со стороны, это тебе поможет. Наша семья и наши близкие друзья это то место, те люди, с которыми мы можем позволить себе не скрывать свои слабости, говорить о своих сомнениях и услышать. Я свою младшую дочку пару раз спрашивал, каким папой она меня видит, выслушал, что-то ей не нравится, что-то, что ей нравится, эти разговоры мне очень запомнились и мне кажется, это периодически повторять не вредно, потому что тогда ты имеешь дело не со своей тревожной фантазией, не со своей самооценкой, а с реальным человеком напротив тебя, который тебе скажет, что он чувствует и думает. Не факт, что тоже скажет, и тебе будет обязательно истина в последней инстанции, но это открытость и диалог. Диалоги сблизкиваются с людьми, но автоматически диалоги сами с собой тоже. Алиэль Резник-Мартов, врач-психиатр-психотерапевт и программа «Диагноз недели». Всего доброго. Вы слушаете Радио Болтком.